Бушующее пламя, дым до небес. По сценарию, рано утром на переезде КАМАЗ, нарушив правила, столкнулся с товарным составом. Спасатели признались, в реальности все выглядело бы гораздо страшнее, а журналистов не подпустили бы и метров на 300. Такова зона безопасности, если при аварии разлиты опасные вещества. Сегодня и КАМАЗ, и разрушенные ЖД-пути, и состав можно лишь представить. В действительности их нет. По легенде, с рельс сошло две цистерны с топливом. Их как раз сейчас тушат, но это лишь полбеды. Вторая часть проблемы – это цистерна с хлором. Вот-вот ядовитое облако расползется по округе. Спасатели говорят, близость к населенному пункту делает ситуацию непростой вдвойне, ведь от скорости реагирования зависят сотни жизней. Нужно еще продумать вопросы и проработать силы и средства на защиту самого поселка, на охлаждение рядом стоящих цистерн. На помощь пожарным расчетам прибыл специальный передвижной пункт. Его цистерна вмещает больше 30 тонн воды. В итоге, примерно за 10 минут, условно пылающее дизельное топливо потушено специальной пеной. Но, говорят спасатели, основная работа начинается позже. Место, где растеклись нефтепродукты и химикаты, огораживают особыми щитами. На смену пожарным приходят люди из экологической службы, похожие в своих скафандрах на космонавтов. Как вам в таком скафандре работается? Как положено, зато жив остался после розлива эфира метилтретбутанов. Химикаты нейтрализуют, собирают специальные емкости. Группы в скафандрах разного цвета сменяют одна другую, удостоверяясь, что место полностью безопасно. Начальник штаба РЖД сообщает, по итогам учениям поставили оценку «хорошо». Казалось, что взаимодействие между разными подразделениями отработано не до конца. Спасатели обещали исправиться и на следующих учениях показать высший класс, заодно придумав новый интересный сценарий. Илья Кочетков, Павел Лаурнин. Наши новости.